Библейский портал экзегет.ру представляет Лирический герой этой книги, я абсолютно уверен, что это не автор, книга явно более позднего времени, чем время жизни самого книжника Ездра, возвращавшегося из плена Вавилонского. Вот в третьей главе лирический герой спрашивает Бога под конец главы примерно следующим образом, довольно дерзко. Господи, да, мы, конечно, согрешили, но посмотри на этих вавилонин. Ну, они-то точно хуже. А что, есть кто совсем не грешит? Мы хотя бы по имени твои. Помоги нам, пожалуйста. Пожалуй, никто из пророков в Ветхом Завете, вообще никто, так не говорил с Богом. Но Бог на это ответит, и ответит по существу, а не только заткнись-то никто, да? Четвертая глава как раз будет этим ответом. Тогда отвечал мне посланный ко мне ангел, которому имя Уриил. Да, смотрите, отдельного ангела послали, чтобы ответить человеку. И сказал, сердце твое слишком далеко зашло в этом веке. Что ты помышляешь постигнуть путь Всевышнего? Это слишком мирской подход. Да, ты не знаешь замыслов Бога. Ну, можно на этом остановиться. Кто ты такой, чтобы рассуждать? Но он дальше все-таки даст ему пищу для размышлений. Он же сказал мне, три пути послан я показать тебе и три подобия предложить тебе. Если ты хоть одно из них объяснишь мне, то я покажу тебе путь, который желаешь ты видеть, и научу тебя, откуда произошло сердце лукавое. Вопрос, который Ездра хочет обсудить, откуда зло. Вообще-то он на него ответил в предшествующей главе. Вот Адам согрешил, времена Ноя люди грешили, времена Авраама грешили, наши предки тоже грешили, 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 грешили. Но получается, что для лирического героя книги это абстрактная информация. Ну, как там, кенгуролы живут в Австралии. Ну, и что? Меня это абсолютно не волнует. А люди грешат со времен Адама. Ну, и что? Меня это не волнует. А меня волнует, что у нас проблемы. Помоги нам, Господи. Ангел говорит, так, стоп, давай поиграем в загадки. Ты нам загадываешь загадку, а мы тебе. Тогда я сказал, говори, господин мой. Он же сказал, не иди и взвесь тяжесть огня, или измерь дуновение ветра, или возврати мне день, который уже прошел. Взвесить огонь на весах, да, измерить ветер. Сегодня научились, кстати. Или возврати день, который уже прошел. Какой человек, отвечал, я может сделать то, чего ты требуешь от меня? Он сказал мне, если бы я спросил тебя, сколько обиталишь в сердце морском, или сколько источников в самом основании бездны, предполагается, что бездна – это вот тот океан, который какими-то источниками соединен с этим нижним миром. Или сколько жил над твердью. Над твердью имеется в виду небесный свод, как оно там устроено. Или какие пределы у рая. Ты, может быть, сказал бы мне, в бездну я не сходил, и вот так же и на небо никогда не восходил. Теперь же я спросил тебя только об огне, ветре и дне, которые ты пережил, о том, без чего ты быть не можешь. И на это ты не отвечал мне. То есть про рай или глубины морские я тебя не стал бы спрашивать, потому что, понятно, ты там не был. Но огонь, ветер и твоя собственная жизнь – это же то, что тебе отлично знакомо. Давай, измерь хоть что-то. И сказал мне ты и того, что твое с тобой от юности не можешь познать. Как же сосуд твой мог бы вместить в себя путь Всевышнего? И в этом уже заметно растленном веке понять растление, которое очевидно в глазах моих. То есть не умеешь измерять ветер, не метеоролог нынешнего времени, который умеет, тогда не спрашивай о вещах гораздо более глубоких. На это и сказал я. Лучше бы нам вовсе не быть, нежели жить в нечестиях и страдать не знаю почему. Бессмысленность мучений – самое худшее. Был такой психолог Франкл, который во время Второй мировой войны был в концлагере, и он как раз писал о том, что самая худшая вещь – это бессмысленность мучений. Можно терпеть, если ты понимаешь, что ты солдат на передовой, поэтому голодаешь, холодно тебе, опасно, но ты побеждаешь врага. В концлагере ты узник, который мучают, над которым издеваются просто так. В этом нет смысла. И он говорит, смотри, ты не хочешь мне объяснить, уже не Франкл, а автор этой книги, ты не хочешь мне объяснить, почему мы в бесчестии, почему мы страдаем, тогда нам лучше не жить. Это не жизнь. Он же в ответ сказал мне, «Вот я отправился в полевой лес и застал дерева, держащими совет. Они говорили, придите и пойдем, объявим войну моря, чтобы она отступила пред нами, и там мы возрастим для себя другие леса». Сегодня это, кстати, делают. Там голландцы довольно активно осушают участки морского дна. «Подобным образом и волны морские имели совещание. Придите, – говорили они, – поднимемся и завоюем леса полевые, чтобы нам приобрести для себя там другое место». Но и море хочет, соответственно, занять место леса, как будет море с лесом воевать. Но замысел леса оказался тщетным, и бы пришел огонь и сжег его. Лесной пожар. Подобным образом кончился и замысел волн морских, и бы стал песок, и воспрепятствовал им. Ну вот, песчаный берег, который не пускает дальше воду. «Если бы ты был судьей их, кого бы ты стал оправдывать или кого обвинять?» «Подлинно отвечал, а замыслы их были суетны, ибо земля дана лесу, дана место и море, чтобы носить свои волны». То есть всему свое место. Пытаться занять чужое бессмысленно, да? «Он же в ответ сказал мне, «Справедливо рассудил ты, почему же ты не судил таким же образом себя самого? Ибо как земля дана лесу, а море – волнам его, так обитающие на земле могут уразуметь только то, что на земле, обитающие на небесах могут уразуметь, что на высоте небеса». Человек, исходя из своего земного житейского опыта, не должен делать глобальных заключений, да? И говорить, кто праведен, кто грешен, кого надо наказывать, кого миловать. Это просто ему недоступно. Не потому что ты человек никто, говорит Уриил, да? Ты ничтожество растопчу. Нет. Он говорит, хорошо, ты умеешь взвешивать огонь, измерять ветер, возвращать прошедшее. Тогда имеет смысл говорить о дальнейшем. Если ты не умеешь, а то у тебя нет этого аппарата, да? Давайте построим ракету и полетим в космос. Давайте построим, только не из чего строить. Да? Давайте откроем тайны мироздания и скажем Богу, как ему вести себя справедливо. Давайте, но не из чего их открывать. Да? То есть вот не умеем мы этого делать. Значит, остается думать о том, что кто-то построил ракету и полетел в космос, что Господь видит какие-то вещи, которых мы, может быть, не видим, понимает какие-то вещи и выстраивает свой замысел. Согласится ли Ездра с таким, что обитающие на земле могут разуметь только то, что на земле, выше земли глаз не поднимать? Не таков, мне кажется, герой этой книги, чтобы согласиться. И отвечал ей, сказал, молю тебя, Господи, даст мне смысл разумения. Не хотел я вопрошать тебя, высшим, о том, что ежедневно бывает у нас, почему Израиль передан на поругание язычникам. То есть вавилонский плен как раз позор, угнетение ежедневное. И за что, почему? Я не спрашиваю тебя про мироустройство в целом, но объясни то, что нас всех лично касается и очень беспокоит. Почему народ, который ты возлюбил, отдан нечестивым племенам, и закон отцов наших доведен до ничтожества, и подписанных постановлений нигде нет? Вот такой юридический подход, да, вот не работает эта система. Переходим из века сего, как с царанча. Жизнь наша проходит в страхе и ужасе. Мы сделали недостойное милосердие. Но что он сделает с именем своим, которое наречено на нас? Вот о чем я его прошел. Даже не в этом. Проблема, говорит, я здравствуй. А что он сделает с нами на нас его имя? Мы носители знаний о нем, веры в него. Он же отвечал мне, чем больше будешь испытывать, тем больше будешь удивляться, потому что быстро спешит Вексия к своему концу и не может вместить того, что обещано праведным в будущие времена, потому что Вексия исполнила неправду и немощами. Праведники должны получить какое-то свое место в этом мире, да? И смотрите, этот век, вот этот наш мир, он этого не вмещает. Это больше всего этого мира. Потом Христос скажет, что не приходило на сердце человеку то, что приготовил Бог любящим его, простите, не Христос, а апостол Павел. Но, в общем, у Христа мы можем найти подобные слова. И здесь это тоже есть, да. О том, о чем ты спрашивал мне, скажу тебе, посеяно зло, еще не пришло время искоренения его. Посему доколе посеянное не исторгнется, и место, на котором насеяно зло не упразднится, не придет место, на котором сеяно добро. Вот притча о пшенице и плевелах в Евангелии точно та же, да. Еще не время срывать. Если начать срывать, то сорвешь и пшеницу вместе с сорняками. Ибо зерно злого семени посеяно в сердце Адама изначало, и сколько нечестия народило оно доселе, еще будет рождать до тех пор, пока не настанет молодьба, пока колоси не сожнут, не вылащат из них зерна. Рассуди с собой, сколько злого семени народило плодов нечестия. Когда будут пожаты бесчисленные колоси, его какое огромное понадобится для всего гумно. Гумно – это место для хранения этих самых свежесрезанных снопов, но их очень много будет. Вот жатва произойдет, зло будет наказано, но не сейчас, потому что ты пока не знаешь, как ветер измерить, как огонь взвесить. Как же и когда это будет, спросил я его, почему наше лето мало и несчастное? Живем плохо, живем мало, живем недолго и трудно. Господи, зачем? Тебе что, трудно сделать по-другому? А он слушает. Ну, пока продолжает отвечать ему ангел Уриил. Не спеши подниматься, отвечал он, выше Всевышнего, ибо напрасно спешишь быть выше его, слишком далеко заходишь. Не о том же ли вопрошали души праведных в затворах своих, говорят, доколе таким образом мы будем надеяться, а когда плод нашего возмездия? На это отвечал мне Иеремиил Архангел, когда исполнится число семян в вас, ибо Всевышний на весах взвесил вексии и меру измерил времена, и числом исчислил часы и не подвинет, и не ускорит до тех пор, доколе не исполнится определенная мера. То есть, тема есть своя мера, она еще должна наполниться, и нечестие, и добродетель, они все должны прийти вот к какому-то логическому итогу, и тогда будет сжатва. Вот пока пусть цветут 100 цветов, не торопись выдергивать даже то, что явный сорняк. Я же в ответ на это сказал ему, о, владыка господи, а мы все преисполнены нечестием, и может быть, из-за нас не наполняются жительницы праведников, и ради грехов, живущих на земле. То есть, все грешны, да, вот такая идея, но она очень часто используется как раз для размазывания ответственности за конкретные грехи, не он убил, а мы все грешны. Да, мы грешны, но он убил, и он убийца после этого. Ну, хорошо, тогда получается, вот мы такие плохие, может, из-за нас все как-то вот не придет в должный вид. На это он отвечал мне, пойди спроси беременную женщину, могут ли по исполнению девятимесячного срока ложественной удержать в себе плод? То есть, может ли беременная не родить, когда ее постиг городовые схватки? Я сказал, не могут. Тогда он сказал мне, подобные ложе сна мы обиталище душ преисподней, как рождающие спешат родить, чтобы освободиться от болезни рождения, так и эти спешат отдать вверенное им. Сначала будет показывать тебе то, что ты желаешь видеть. Тут такое трудное место насчет преисподней, то есть, мира мертвых, он хочет родить, что ли, этот мир мертвых? Они спешат отдать вверенное им, это о чем, это что? Такое ощущение, что мы не очень понимаем, но подождем, давайте еще почитаем. Сначала будет показывать тебе то, что ты желаешь видеть. Если я обрел благодать перед очами твоими, отвечал я, если это возможно, я способен к тому, покажи мне, имеющие прийти более ли того, что прошло, или сбывшиеся более того, что будет. Что прошло, я это знаю, а что придет, не ведаю. Он сказал мне, стань на правую сторону и объясню тебе значение подобия. Но вот человеку хочется понять, что будет. Вот прошедшее мы знаем, а будущее от нас сокрыто, и, соответственно, он пытается это все каким-то образом для себя открыть, но это можно увидеть только в подобии, то есть будущее остается таинственным. Я встал и увидел, вот горячая печь проходит предо мной, когда пламя прошло, я увидел, остался дым. После всего прошло предо мной облако, наполненное водой, и пролился из него сильный дождь, но как скоро стремительность дождя остановилась, остались капли. Тогда он сказал мне, размышляя себе, как дождь более капель, а огонь больше дыма, так мера прошедшего превысила, а остались капли и дым. Все самое главное состоялось. Остались вот капли после дождя, остался дым после огня, и что же, это мир подходит к концу, или можно это понять, что самое главное состоялось, и дальше это может тянуться очень долго, ведь лужи после дождя могут оставаться очень долго, но они уже есть, ничего принципиально нового не будет. Некоторая загадка, Ездра пытается, лирический герой, вряд ли это тот самый книжник Ездра, пытается как-то это все понять, тогда я умолял его и сказал, думаешь ли ты, что я доживу до этих дней, что будет в эти дни, давай поконкретнее уже, слушай, мне очень интересно узнать, что будет в конце мира. Я лично это увижу, может, ты мне расскажешь хотя бы. На это отвечал, он и сказал, о знамениях, которые ты спрашиваешь мне, я честно могу сказать тебе, о жизни твоей, я не послан говорить с тобой, да и не знаю. Вот, человеку всегда интересно знать про конец своей жизни, но никто не знает ничего. О смысле мировой истории, вот, в Библии сказано довольно много, здесь у нас есть какие-то намеки и дальше у нас пойдут опять всевозможные знамени, всевозможные образы, это будет уже в пятой главе. Субтитры создавал DimaTorzok